Под председательством главы муниципалитета Зайну Дина Акмазова состоялось аппаратное совещание «Актива». На повестке дня стояли вопросы коммунальной сферы, налогообложения и ряд других. В самом начале собрания с еженедельным отчетом выступил начальник управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности Мамлет Паша Алиев, который отметил, что за неделю в единую диспетчерскую службу поступило несколько жалоб от населения по поводу перебоев с подачей электроэнергии и воды. В продолжении затронутой темы выступил начальник Горвод-канала Мурад Дебиров, который в своем выступлении пояснил о причинах перебоев воды. Получится отключение электроэнергии на насосы станции. Чтобы резервуар заново набрать воды, у нас уходит 3-5 часов. Получится отключение электроэнергии. Потому что водорезка уходит, насосы отключены. Это первое. И второе, то, что все время говорю, шланги населения. До сих пор морки закрыты. Люди перестали жаловаться, что морки закрыты. А вода где? Во дворе, в шлангах у людей. Другое объяснение мне нет. Вчера насос вышел одну историю. Просто за эти люди, молодцы, в эту жару, в течение трех, все они наладили, сделали, поставили, запустили. Далее с основным докладом выступил начальник финансового управления муниципального образования города ХСЭР Магомед Шахвиледов, который доложил о проделанной работе за текущий период, обозначив, что до начала августа весь намеченный план работы выполнен. В коммунальном условии полностью у нас для бюджетников рассчитались. Вместе у нас осталось по питанию. Миллион семьсот, но на этой неделе я надеюсь, что в собственном доходе мы закроем. На 1 августа у нас торговли по бюджетному учебнику. По дотациям, то, что я вам вчера доложил, вчера вечером тоже, основная была бюджетного мероприятия, по этому встрече, к которой я обратился не я, но от бюджета, в которое было обращение. На четверг мы с Русланом Алиевичем договорились. Поедем полностью вот этот показатель на нашей новой жередневной комиссии, которую мы представили материал. На совещании также была затронута тема взаимодействия и сотрудничества управления отделов и ведомств муниципалитета с городскими средствами массовой информации, с целью эффективного и своевременного осведомления населения о проделанной работе. По данному вопросу выступил пресс-секретарь администрации Нажилла Абдулаев, который подчеркнул о необходимости продвижения той или иной информации в социальной сети интернет, что позволит осветить весь объем работы за короткий промежуток времени. Если бы в отделах и управлениях у каждого в сети Инстаграм существовал бы свой аккаунт, как это, допустим, есть положительные примеры благоустройства отдела молодежи управления коммунального хозяйства, за короткий период аккаунтом управления коммунального хозяйства была проделана большая работа, и на самом деле мнение, и народ уже начинает все это видеть, и информация распространяется мгновенно буквально за 10 минут можно распространить на огромное количество населения информацию, которая только что произошла. В завершении собрания глава города Зондин Акмазов дал соответствующие поручения ответственным лицам, обозначив, что план намеченной работы должен быть выполнен в течение всей недели. Вика Сулейманова, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».